Мое сегодняшнее видео будет особенно полезно для новичков, которые только начинают осваивать мир криптовалют. Ведь сегодня я хотела бы представить вам простой и подробный гайд о том, как купить и продать криптовалюту, используя для этого обменники, найденные через мониторинг BestChange. BestChange является самым крупным сервисом мониторинга обменных ресурсов, который за многие годы своего существования не раз доказывал как свою надежность, так и надежность обменников, добавленных в его листинг. Для того, чтобы купить криптовалюту, первым делом нам нужно найти наиболее подходящий обменный сервис. Для этого нам понадобится таблица платежных направлений в левой части сайта. В нем мы сначала выбираем способ покупки, например, карту вашего банка или электронный кошелек, с которого вам удобнее будет платить, а затем выбираем валюту, которую хотим получить, например, Bitcoin, USDT или т.д. Причем на BestChange представлены и направления обмена фиат на фиат, но в контексте данного ролика я буду рассматривать пример с криптовалютой. Когда направление задано, на главной странице мы увидим список доступных обменников, которые могут осуществить сделку с указанными нами валютами. В этом списке мы сможем увидеть название обменника, особенности его работы, курс обмена, лимиты на одну сделку, резерв и его отзывы. Именно ориентируясь на эти параметры, нам и нужно найти наиболее подходящий для нас обменный сервис. При этом желательно не кликать сразу на самый выгодный, а все-таки искать некий компромисс между выгодным курсом, хорошими отзывами и удобством обмена. Потому что некоторые обменники могут потребовать от вас верификации документов или банковской карты, некоторые работают только в ручном режиме и т.д. Все это может существенно задержать процедуру обмена. Также важны и отзывы. В общем списке отображается только количество положительных отзывов и претензий. Но кликнув на эти цифры, вы сможете увидеть и сами отзывы, по которому, например, можно понять, что тот или иной обменник часто задерживает сделки, меняет курс в процессе обмена или делает еще какие-то неприятные вещи, а значит от него лучше отказаться. Когда же наиболее оптимальный вариант все же найден, то мы просто кликаем на его название и попадаем на сайт самого обменника. Я покажу вам процесс обмена на конкретном примере, но зачастую все обменники имеют идентичный интерфейс, поэтому никаких проблем у вас не возникает. На сайте самого обменника вам нужно будет удостовериться, что при переходе сохранился выбранный вами способ оплаты, потому что иногда он слетает и его нужно заново указать вручную. После этого необходимо указать сумму покупки в соответствии с лимитами обменника и перейти к оплате, которая может отличаться в зависимости от выбранного вами банк или электронного кошелька. Но в целом процедура оплаты на каждом обменнике является довольно стандартной и не сильно отличается от покупки в интернет-магазине с тем лишь условием, что большинство сервисов выделяют определенный временный промежуток, в ходе которого нужно успеть произвести оплату. Только учтите, что некоторые обменники могут потребовать предварительного прохождения регистрации или верификации перед обменом или же попросят вас на этапе оплаты указать контактные данные. Обычно это имя и имейл, их тоже нужно обязательно ввести, иначе обмен не будет произведен. И после того, как вы заполнили все необходимые поля и произвели оплату, средства поступят вам в срок, указанный обменником перед началом сделки. Только не забывайте, что блокчейн и многие криптовалюты, такие как биткоин или эфириум, сейчас сильно перегружены, и вам, возможно, придется долго ждать обмена. Процесс же продажи криптовалюты происходит абсолютно аналогичным образом. Только вначале на сайте BestChange нужно будет выбрать в первую очередь криптовалюту для продажи, а потом фиатную платежную систему для получения денег. Но если у вас возникнут какие-либо сложности с выполнением обмена, то вы всегда сможете написать техническую поддержку, потому что на сайте BestChange представлены только те обменники, которые имеют открытую техподдержку как минимум по email и формате чата поддержки на сайте.